Сделать механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме более доступными и качественными. Такое поручение своему первому заму дал глава региона Александр Цибульский. Тему госуслуг обсудили во время заседания по исполнению майских указов президента в Ненецком округе. За 2017 год показатели по этому направлению были достигнуты только на бумаге. По статистическим данным в Ненецком округе на сайте госуслуг зарегистрировано 100% населения. Такого показателя удалось добиться после введения в школах электронных дневников. Тех же, кто действительно пользуется госуслугами в электронном виде, в два раза меньше. Люди не пользуются электронными услугами, потому что, а, мы постоянно не делаем их более доступными с точки зрения интерфейса, и, б, мы совершенно перестали проводить популяризацию этих историй, этих идей, и показывать людей, насколько удобнее им стало работать через электронные средства связи. Я администрацию не могу заставить работать через электронные системы Битрикс и все остальное. Жуткое сопротивление людей. Сейчас, чтобы стать полноценным пользователем портала госуслуг, нужны паспорт, СНИЛС и другие документы. Для обратной связи вам также понадобится и адрес электронной почты. Эти и другие личные данные необходимо ввести в поля электронной анкеты и отправить ее. После чего вы получите логин и пароль для пользования порталом. А когда людям надо зайти, зарегистрироваться, забить номер паспорта, ИНН, СНИЛС, еще что-то не будет. Не только я даже, я сразу сдаюсь, когда вижу так. Я поэтому народный контроль перепоменял. Потому что я как зашел, там надо заполнить всю автобиографию свою, для того, чтобы начать пользоваться общественно полезным ресурсом. Конечно, сейчас, когда это переделали, просто по электронной почте можно зарегистрироваться. Это стало удобнее. И так же должно быть везде. По мнению главы региона, такой долгий процесс регистрации останавливает многих от пользования государственными услугами в электронном виде. В то же время, кроме пользования электронными дневниками, на сайте госуслуг можно оформить и другие документы. От регистрации брака до заполнения налоговых деклараций и многих других. Нам, конечно, потребуется содействие всех отраслевых департаментов и подразделений, поскольку услуги предоставляются в электронном виде, в том числе благодаря им при разработке ими соответствующих регламентов, при доставлении доступа и так далее. Александр Цибульский поручил на ближайшей сессии собрания депутатов выделить необходимые средства на электронное хранилище данных в многофункциональном центре. Это позволит жителям округа не приносить массу справок для каждой отдельной услуги. Справки можно будет приносить раз в год. Столько же времени они будут действительны.